Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Валенки – национальная традиционная обувь, которая появилась на Руси в первой половине XIX века. Из чего делают эту зимнюю обувь и какова история ее создания, об этом рассказывали работники историко-краеведческого музея горожанам в рамках мероприятия под названием «Шерстяные башмаки». Стоит отметить, что оно организовано в рамках проекта «52 выходных дня». Осмотрел шерстяные валенки и мой коллега Константин Меркушев. «Но ты и валенок», скажем мы о человеке, совершившему какую-нибудь глупость. Это выражение появилось в нашем языке не случайно, ведь долгое время сапоги из войлока на Руси считали самой доступной обувью. Что же может быть проще валенка, решили наши предки и придумали удивительное меткое и образное высказывание. Сейчас отношение к этому виду обуви изменилось. Войлочные сапожки стали чуть ли не экзотикой, и среди городских жителей вполне могут найтись люди, которые никогда их не носили или вовсе не видели. Так для всех желающих в историко-краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное удивительной зимней обуви – валенке. Мы приглашали сегодня детей и их родителей, для того, чтобы они узнали очень много нового и интересного про исконно русскую обувь – валенке. И сегодня уже наверху в зале гости, которые пришли сегодня к нам в музей, уже смогли узнать историю создания, кто первый вообще придумал такую обувь, откуда она пошла, есть ли у нас заводы по изготовлению валенок. Работники музея подготовили для гостей целый фильм про историю валенок. Но это не всё. Во втором блоке мероприятия была произведена экскурсия по музеям. Участники поближе познакомились с различными предметами, предназначенными для изготовления зимней обуви. А вот самое интересное было отложено напоследок. Родителям и детям было предложено совместными усилиями изготовить сувенирный валенок. И родители, которые будут приходить к нам, узнали про музей, узнали про какие-то предметы, которые находятся в фондах нашего музея, которые не только в экспозициях находятся, но и в фондах. И для того, чтобы объединить детей и родителей. То есть в совместной творческой деятельности дети и родители становятся ближе, проявляются какие-то лучшие качества тех и других. По словам участников мероприятия, программа получилась очень насыщенной и интересной. Родители отметили интересный подход организаторов к данной тематике. Ведь виртуальный мир захватывает нас и наших детей. Дети в любом случае, пока они дома сидят за теми же планшетами, компьютерами, мультиками, ну не то. То есть вот так, когда они своими руками что-то делают, намного лучше. И для развития любого, пусть моторика, пусть еще что-то. То есть такие более активные детки будут. Мы вообще решили устроить сюрприз детям. Узнали неожиданно то, что здесь будет проходить именно такое мероприятие. И вот приехали. Подобные мероприятия для горожан будут проводиться в течение всего года. Проект 52 выходных дня только набирает обороты. По словам организаторов, это только начало. Впереди для горожан приготовлено еще много интересного. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». На площади Советов в субботу необычно отметили Международный день объятий. Флэш-мобы под названием «Время обнимашек» и «Манекен-челлендж» были запланированы уже давно. И до последнего организаторы хранили интригу, не раскрывая подробности акции. Сейчас они раскрыты, в том числе в нашем сюжете. Инициаторами мероприятия выступило добровольческое движение «Белая река». А помогли им в организации подростковый центр самоцветы и сотрудники отдела молодежи администрации. День объятий сравнительно молодой, но успевший стать популярным международный праздник. По традиции в этот день можно заключать в дружеские объятия даже незнакомых людей, что и делали с удовольствием все приглашенные на флэш-моб. А волонтеры движения «Белая река» развлекали гостей праздника и помогали им раскрепоститься объятиями и танцами. Сегодня будет проведен «Манекен-челлендж». Это мероприятие с замиранием, я думаю, будет достаточно интересно, потому что народ собрался очень активно, и в основном это молодежь. Как я уже сказал, мероприятие посвящено Дню объятий просто для того, чтобы подарить друг другу капельку тепла в эти немножко пасмурные и прохладные дни. Учеными давно была доказана польза объятий. То, что они не только положительно влияют психологически, но даже повышают иммунитет. Вместе с ведущими мероприятиями молодежь принимала участие в веселых детских забавах, помогающих согреться и поднимающих настроение. Для одной из таких развлекательных игр, у кого удав длиннее, все присутствующие разделились на две команды. Под зажигательную музыку участники каждой должны были снять с себя какой-то предмет одежды, связать их друг с другом и таким образом создать удава. Я первый раз на этом празднике, День объятий. Мне очень понравилось. Здесь все нас обнимали, и очень хороший праздник. Почаще бы нам таких праздников. Долгожданным гвоздем программы стал массовый флешмоб «Манекен Челлендж». По-другому его еще называют «Останови время». В этом и суть всего. Как только начинает играть музыка и ведущая завершает отсчет, каждый участник флешмоба должен замереть в какой-то интересной позе, передающей движение. «Останови время» Цель флешмоба «Манекен Челлендж» создать иллюзию того, что время действительно остановилось. Участники мероприятия отлично справились с задачей. Каждый показал что-то необычное и сумел невозмутимо застыть в эмоциональной позе. Несмотря на снежную и пасмурную погоду, организаторы праздника сумели подарить всем гостям праздника замечательное настроение и прекрасные воспоминания. «Молодцы, город Кумертау! А будьте смертны самим себе!» «Очень хорошее настроение. Несмотря на погоду, мы уже встретились с друзьями, пообнимались. И вообще все отлично. Море позитива и улыбок, объятий». «Хотелось бы сказать, что у нас не было таких мероприятий, но очень хорошо, что такие мероприятия сделали, потому что это такое веселье, так хорошо, круто здесь, танцы». «Здесь очень весело и позитивно. Мы встретились с друзьями, пообнимались, повердились энергией». Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Бросай лежать, вставай на лыжи. Кумертау принял республиканский этап спорта-киады по лыжным гонкам. Проведение как городских, так и республиканских соревнований среди лыжников на обновленной трассе уже вошло в традицию. Лучшие спортсмены боролись не только за победу, но и за возможность попасть в сборную города для участия в республиканских гонках. Все это под названием «Лыжня румяных». Одна из самых массовых гонок в Кумертау. В выходные 21-22 января в Кумертау выявляли лучших юных лыжников города. На обновленной трассе прошел первый этап республиканской спорта-киады по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений. В соревнованиях принимали участие 250 сильнейших спортсменов, представляющие школы города. В первый соревновательный день лыжники бежали индивидуальную гонку классическим стилем. Боевой настрой присутствовал как у самих спортсменов, так и у тренеров. Даже сильный снегопад не испортил гонку. Погода внесла свои коррективы. Тренера сегодня ответственные за трассу. С 6 утра трассу укатывали, нарезали лыжню. Конечно, мягкая трасса вносит свои дополнительные сложности, бежать сложнее. Но лыжный спорт – это спорт, который в первую очередь воспитывает такие качества, как выносливость, упорство. И поэтому спорт достаточно смелых людей. И я думаю, дети справятся сегодня с дистанцией. Дистанция для юношей и девушек разная – от 2 до 5 километров. Для профессиональных лыжников дистанция короткая, но очень сложная. Счёт идёт на сотые доли секунды. Ещё там кружочек маленький, давай, давай, чуть-чуть осталось. Давай, давай, молодец, давай, давай, работай! Здесь желают друг другу гладкой лыжни, но о духе соперничества не забывают. На кону участие в республиканских соревнованиях. На старт выходят лучшие из лучших – юные школьники, но уже довольно профессиональные лыжники. Те, кто только начинает делать первые шаги в спорте, и кто с лыжами давно на «ты». У каждого сегодня своя гонка. Здесь нет тёмных лошадок, но фавориты есть. Например, участник умертавской сборной Марии Пчелякова. Для титулованной лыжницы эта гонка не за медаль, а проверка спортивной формы. Тем более при такой снежной погоде. Как раз новый снег выпал, и лыжня была, получается, лёд был на ней. И так было лучше, а сейчас и хуже. Новый снег из этого хуже, катит лыжи. Спортсменов пришли поддержать близкие родственники. Кто-то из них даже даёт наставление. Потому что сама участвую иногда, как бы организация, когда участвует на соревнованиях. Примерно я знаю, как бы. Ну, даю как бы наставление. Примерно. Ребята активно преодолевали все трудности, встречающиеся на пути к победе. В результате победителями в индивидуальной гонке в своей взрослой категории стали Ильдар Азнобаев, Екатерина Васильева, Мария Пчелякова и Денис Хамитов. Во второй день соревнований состоялась эстафета. Настоящие любители лыжных гонок считают этот вид самым зрелищным. Ведь стартуют команды одновременно, и лыжники по ходу гонки видят спины соперников. Одним из главнейших же компонентов эстафеты является расстановка лыжников поэтапно. Здесь идёт азарт, здесь приём и передача, сложный элемент, конечно. Но и ускорение, это командная работа. И для этого она такая более-менее зрелищная. Очень важный элемент – это расстановка, расстановка правильная. Вот для этого и тренера работают, чтобы передать, чтобы знать, на каком этапе какой, значит, участник лучше выполнит, лучше выполнит. И в основном считается это первые и последние этапы, потому что они считаются самые такие сложные и самые важные, самые важные в этой, ну, в этой эстафете. От этого много очень зависит победы команд. В тяжелейшей борьбе в старшей группе победы одержали у юношей третьей школы, у девушек первая гимназия. В младшей группе на верхний пьедестал почёта поднялись спортсмены шестой школы. Они выкладывались по всей дистанции на сто процентов. Доходило до того, что лыжники, пересекая финишную черту, от потери сил просто рушились на снежную трассу. Я старался ехать быстрее, делать больше техники и ускорения. Думал, чтобы приехать быстрее первым, стараться, чтобы школа наша была первым, место заняла. В общей командном зачёте в младшей группе победу одержала школа номер шесть, в старшей первой гимназии. Теперь лучшие лыжники города попробуют свои силы на зональных соревнованиях, которые пройдут в феврале также в нашем городе, что не может не радовать. По опыту прошлых лет и отзывам других городов, очень нравится всем приезжим, во-первых, наш перепад рельеф трассы, организация судейства, организация проживания, питания. То есть город компактный, всё рядом, снег очень много, очень красиво. А сейчас, когда трасса расширена, то есть мы до этого старались трассу поддерживать всегда в хорошем качестве, а сейчас трасса сама велит, чтобы сюда приезжали и проводили финалы. Соревнования по зимним видам спорта в самом разгаре. Впереди у спортсменов ещё множество стартов. Поэтому, кто не смог стать призёром в первом этапе республиканской спорта-киады, необходимо потренироваться, набрать физическую форму, вновь выйти на лыжню и завоевать высокое место. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.